Ты сказал, да ладно, давай не будем. Я такой, ну да, давай не будем. Это та самая ситуация, четверка-пятерка, там с лафтами с ролями. Все, вы понял. А мне это ощущение, что как-то драфт у Na'Vi выглядит немножко... All-in'ово? Ну, это другое слово хотел подобрать. Ой-ой-ой. Аля, это ста рубрики. Это вивер-хериям. Эти кусты стали не так сильно ролять. И я подумала, что все равно никого не... Сутью на такого пикрейта этой Мерески, который остановить это нечем, должен убегать. Так вот, ой-ой-ой, рядом еще и нуб, но у него нет шестого, у него нет шестого за счет того, что он стоял против Dazzle, но это ФБ для него, которая камбэкает его полностью в игру обратно. Тем временем нашли Омара, Нику, продамаживают. Ну, я думаю, хватит польза, но более чем, для того, чтобы забрать. Так вот, берем любую инициацию, да, со стороны квестов. Все, что угодно, там, Primal Split, Rolling Thunder. Восьмую минуту только, и то, как бы, скорее законтролить, нежели чем попытка реально кого-то убить. Но Дукалис, кстати, может удачно вернуть Нику, и действительно это происходит. Но там еще и Disruption полетел от Ридиса, так что немного инициатива сбилась, но Нику все равно крайне печально. О, Нику в таверне. Да, его никто не может заставить, что-то демон, хоть и был в позиции, но этого не хватило. Disruptor, правда, в таверну отправился. Накатывает. Ну, хватит ли дэмэджа для Dazzle? Вроде бы хватает, да, это даблкил для нуба. Тем временем еще и прокатывается по Омара у нас Primal Beast, тянулся сюда, но не получает никаких киллов. И мало того, не то, что он тратит время, он, возможно, и потратит собственную жизнь. И вот это будет супер обидно. Зря он без шестого левела вообще отправился сюда. Ой-ой-ой-ой. Какой фитфер со стороны Na'Vi Junior? PSG, Quest. И теперь мы видим то, что внизу у Dazzle тоже некоторые проблемы появляются, так как у него закончился виндран. Но Малико собрался обратно в его ультимейт, и теперь двумя саппортами... А, нет, это Dazzle Core, точнее. Я думаю, что смогли ответить хотя бы против Primal Splita. Shadow Demon в таверну вполне вероятно отправится. Зря он здесь находится без Dazzle. И что, его отпускают? Нет, нет, конечно, его не отпустят. Это вопрос времени. Просто, возможно, буфрак оставляли, а у него откатывался шилд-крэш. Какая жуть. С таким слабым стартом Пангольер набирает 4 кила подряд, становится топным, если возможно. Потому что стакать под Dazzle это самый эффективный способ. Опять Dazzle умирать будет, Ридис хотел его подсейвить, но как бы сам не фиданул из-за того, что показался сопернику. За ним, ну, в принципе, готовьте на месте, и можно попробовать хотя бы Миресточку-то убить. Shadow Rill у него в пулдауне, и спасаться абсолютно нечем. И PMA сюда пришел просто пофоткать, как умирают его тиммейты. Да, ван-бай-ван умирают, Na'Vi Junior просто подряд у них как будто бы... Рина, Верка тоже хотела бы немножечко АФК побегать. И у тебя, получается, два кора, которые хорошо бы могли бы эти драки... Возвращение Дейза, Дукалисто. Да, звучит как будто название фильма, но здесь, конечно, он быстро слишком заканчивается. Скорее, короткометраж. Не будет ультимейт от Дейза, Террорайз, хороший, Гадз Джуз, ответка есть, и все, понеслась. Идеальность этапа, 3-дис со своими тиммейтами. PMA добавляет, минус Пангольер, и тут Нигу говорит, здорово, ребята, как дела у меня уже, агоним. Сейчас будем веселиться. Шикарная игра от Мерески, идеально нажала кнопки, это позволило увеличить время достаточно, чтобы успели все коры подойти. И уже минус 3 в исполнении команды Na'Vi Junior и Малека. Может быть, есть шанс поймать, но вот сейчас... Да, вот сейчас просто его законтролить, и все, у него уже ничего не будет. Ну вот, и хороший камбэк получается по деньгам. Наиву здесь лучше убегать подальше. Не стоит уже вписываться в эту мертвую драку. Минус 4 в обмен на 1. Есть ли какой-то... Ой, крест не дал Нику, ну что ж такое-то. У него маны не было, у него маны не было. Да была, была он, просто нажал другую кнопку, можно хилл было не прожимать, просто крест дать. Не суть важно. Омар, все равно размен на Наива, каким-то образом Наив все-таки залетел слишком глубоко, погиб. Ритяз тем временем по нему катается Нуб, закрывает сам себя, но там, скорее всего, нет вариантов. У Нубаха 100, он может выйти, войти, куда угодно, когда угодно. И остальные, да, у Na'Vi дофармили свои БКБшки. Проблема лишь в том, что они столкнулись с Айгисом на Наиве, да. И сейчас, с одной стороны, у тебя три БКБшки и Поверспайк. С другой стороны, хочешь ли ты драться в Жука с двойной жизнью? Тройной попак. Омар, сетапит, ВРК, ОВРК и БКБшка, надо просто выбить ее. Выбивается БКБшечка и тэп-аут. Наверное, небольшой оверкилл со стороны Малека был произведен в вопросе того, что прямо у Сплит можно было не уязать. Но он заизал и заизал, нашли еще и ритм. Так, и смотрим на то, как Тмея стирают моментально. Он даже не успел прожать БКБ, не то, что какие-то пылы. И Гаджи Дуз пытается бегать за нубом, который просто ускакивает от него, нажимаясь там еще лотусик. Живет довольно много времени, но его связали, и Дукалис не смог своему Тмею спасти. Боже мой, Нику просто не здесь совершенно. Ноль импакта от этого Дазла у тебя перед тобой стирают за секунду. Праймал Биста, ты вообще не реагируешь. Ну он себя крест повесит? Да, уже не важно. Ну надо, надо вешать, надо вешать. Но только что делать, дальше у тебя ПКБ, КТ. Да. Ноль импакта для своего Праймал Биста, ноль демеджа, ну он какой-то там был. Нет, Дорейлина впитали демедж, там что-то в щит ушло. Здесь, hello, what are you doing? Нормально, Дукалисусоло должен сметать. А ПМЕ хотел ТА-2000 поймать, но шансов на то, что ты закончишься чем-то хорошим, довольно мало. А что там... Пятигамон уже должен быть, в счет того, что на Моногол... А, нет, смотри-ка, еще тысячи золота не хватает. Все-таки арканцы там еще сверху. Получилось терять Амара, хороший пиковчик, который можно... Виндрейнджер. Виндрейнджер пытается стволить отсюда. Пошел ультимейт по ТА-2000. И Виндра такая, ребята, ну хватит ли мне фокус-файра, чтобы пробить ТА? У него нету таймлапса, но у него заканчивается ПКБшка, и это последние тычки все-таки по ТА-2000, и он выживает. Гатаджу с Виндра, но он не поможет. Нуб, его все-таки достиг. Ридис тем временем также на лоу-хп. Отправляется в таверну. В ответку теряет квест только пятерку. И вот он, Дазл. Здорово, ребята. Давайте посмотрим, что он здесь может сделать. Хорошая связка от Омара. Малик просто уничтожает его за 2 секунды. Омар на пределочек со своими шейкл-шотами. И да, Дейс добьет Вивера, которого пытались убить всей командой. И да, он скончался, но это все еще... Обидно с одной стороны. С другой стороны посмотрим, что тут еще дальше будет происходить. Помах хочет в бэклайн-вест играть. И Нуба поймали. В целом его можно покуснуть. И ультимейта дезрафтера неудачный. Все, успел вот за Джуз прожать. Но украдет. Ну, Тамар просто пульверается. Начинает вверху в ответ попустить. Как бы ее за это не убили еще. Еще и возвращают. БКБ закончилось. Надо сматывать удочки, пока нет рядом ТА2000. И Дукалис все-таки погибает. Выкупается назад. А Нику погибает на 70 секунд без байбека. И как дефтаться дальше, теперь неясно. Весь потенциал сейва просто убит. Ну, пытается драться дальше. Пока шелд-крэш хорошо ему помогает. В этом году Джуз решил выбраться. Ой, хороший дезрапшин, который спасает его жизнь. Последняя тычка бы добивала бы и керри команды. Навит Джуниор. Но сторона уже упала. Вторую также можно бить. Бангалиера не отпускают никак. Ну, все-таки откажется от таверни. Байнец. Ну, и не надо. Лучше уходить тогда уж, потому что БКБ так же подрабатывает. Ой-ой-ой-ой. ПМА. Пытается добрать дезраптора. Вроде падает Укалис. Малик вместе с ТА2000 продолжают контролить ПМА. Закрыли его пока в ямку. Ридис подсейвил. Неплохо. Фокус файр. А можно пробить. А можно убить. Таймлапс. И Шикучист сейчас просто может умереть, потому что он полетел прямиком в кусты от феи. О мой бог. Но вот это, знаешь, это момент, который ты говорил про додж кустов. Ой, по Амару сбивает ТП. Это тоже будет драк. И там еще идеальный мув был под названием Форстафьем. Да, да, да. Вот как раз, знаешь, из-за этой вещи всегда кусты доставляют Юверу проблем по игре, потому что у тебя невероятный мув спит. И, знаешь, это как на гоночном болиде. Ман Сити тоже не особо удобно. Там драка чуть-чуть не пошла ни по плану. Ты просто нажал байбэк, таймлапс и вернулся обратно в игру, доносить этот трон. Хекс. Пару Бесту. Омар может оказаться в таверне за секунду. Ну вот такая комбинация работает. Номереско поймали. Да, так же будет. Там глиппирные не кинули, Шедоу Римлян. Там команда вроде рядом, но она не хочет вообще стягиваться. Да нет, это нет никаких шансов. На мой взгляд. Придет ли кто-нибудь? Нет, никто не придет. Все, окей. Чилим. Чилим дальше. 64 секунды в таверну. Можно реализовать как-то это. Стам подцепил еще и Нику, возможно. Дейза контролят. Ну, надо как-то выходить. Ребята, нельзя здесь оставаться. Очень грустная позиционка для Навид Джуниор. Сейчас могут потерять Нику. Тут прожимает БКБшку. Пытается жить. Раздамажить ТА-2000. Крест на себя, очевидно. Надо побольше хилла отдать сейчас. И фокус как только не получается нормально. Отдадут Айегис, да? Ну, могут отдать. Пока кратеный крест немножечко продлил жизнь Вивера. И Вивера по-прежнему еще не убили. Еще один крест от Дазла по себе заезжает. Но долго ли он продержится? Все. На этом он закончился. Сума тоже надолго не хватит. БКБ уже потрачено. А год же Дус в этой драке просто как будто и не было. Он БКБ не нажал. Фокус Файр не в КД. Был-был в КД. Так что откатился. Вот. Ну, не получилось в принципе, да? С такой позиционкой невозможно. На грани потери первой карты влетают ТА-2000. И Винд Рейнджер в печали будет. Но с другой стороны есть крест. Как-то подлить. Ну, крест есть, только интересно. Еще один крест. В чем была... Хорошо. Так, ладно, хорошо. Держим дальше. Держим дальше. Тут вот так должна выглядеть Дота для Нави Джуниор. Если ты не фокустишь Нику, то ты не можешь никого зафокусить вообще. Но в реальности тут, мы видим, все не так произошло. Кроме этого клипса. Отличная Тукалеса. Влетает Мереско. Хекс с Бедламом. Но крест есть от Амара. Ответный. Да, Рубик просто шикарно отыгрывает. В этом плане очень полезно. Спилы ворует прямо посреди драки. Дейс пока еще живет благодаря тому, что у него есть госцептер, который он прожал. Нику также в позиции. И получилось дождаться того момента, когда... Нику с его шарда. И ПМА понимает, что надо наоборот разворачиваться сейчас. Все еще. Да, байбэк еще и от Амара. Кресты кидаются. Нику. Очень круто работает Малек. Поднял он Дазла. Не дает вешать кресты. Поэтому ПМА без поддержки отправляется в таверну без байбэка. И еще и интересный ультимейт. Как дела у Дейза? Дейза заходит в пину. Дает Хекс на Дизраптора. Если фокус, спидламом. Окей. Не хватает дэмэджа вообще никак. Неудачно здесь прокатился Дейз. И отправится в таверну в ближайшее время. Есть бай. Нажать надо. Но его задача была вообще все-таки, чтобы команда дралась под этот Хекс. Но она драться не стала. У него-то на еще одну попытку есть бай. Так что в этом плане не страшно. Но... Но бедлама не будет. Какая ланда бедлама будет? Только один раз можно было повторить. Ой-ой-ой. Больновато. Больновато ПМА. И вот с Крестовым. Малековским также Пандоренчиком больновато. Поэтому сейчас тут уже серьезные проблемы могут быть из-за того, что опять нет Праймал Сплита. И вот ультимейт. В этот раз хорошая Дукалеса. Какая ульта. Дукалеса закрывает. Столок трех героев. Минус Нику. Минус Праймал Убист. Три. По КБшке не нажать. Вот только последняя нажимается. До свидания. Там тычка, правда, может дали, естественно. Ой-ой-ой. Подставили все втроем. Ребятки не нажали по КБшке. Но в целом, честно скажу, ни одного хорошего момента от Нави Джуниор, где прям было видно, что они идеально понимают, какая позиционка у них должна быть в файте, какой фокус и так далее. Да, были неплохие попытки реализовать что-то. Но, честно говоря, в каждом моменте PSG Quest смотрелись просто на голову выше своего оппонента. Да, да. Пока что видим. Вчера. Прямо все время решили максимум остаться на этих квалификациях Нави. 30 секунд дополнительно. Вивер. Вивер, кстати. Вообще Вивер с Дезолятором довольно быстро убивает Пандоренов. Вопрос в том, не посадили ли они себя даже этим драфтом на таймер, потому что как будто бы... Два стана... Три стана, точнее. Четыре стана. Четыре стана, получается. Вот. И по ДПСу, наверное, могут быть единственные проблемы. Я думаю, это что очень-очень важно будет проследить за Праймал Бистон. Его тайминги, его фарм будет очень-очень важен для Нави Джуниор в мидгейме. Это, конечно, еще обрастет слотами. А так как у квестов явно намерение именно в лейтгейм выйти, где-нибудь там к 30-й, 40-й, они будут в пике силы. Так, тем временем у нас тут нападение на Малека. Больновато. И фёстблат забирает себе Ридис. Уже неплохое начало для Нави Джуниор на ботом линии. С него можно начинать доминировать Панду, пока он не стал слишком большим. Это пачку ты не выпулич следующую из-за того, что такая большая рама здесь. Но можно нубу жизнь попортить. Как раз-таки и Кривстатик выровняет. Да, да, все намного лучше становится. Но все еще, что делать с большим ДК непонятно. Плюс самый главный, наверное, вопрос в том, что он насколько хорош ДК именно против Праймал Беста. По той причине, что Праймал хочет румить карту, а ДК с удовольствием вообще не снесет. Котеджуз очень сильно просил по ХП, Малек его добил вообще без проблем. Потому что Шикучи слишком большой кулдаун имеет на ранних ловелах. Ничего ты с этим не сделаешь, и Ридис никак не может помочь в такой ситуации. Ник пришел на бот. Но как на кол, видимо, не среагировал или вообще колы не было. О, там один ХП долетает. Все-таки первое от Ридиса красиво, красиво нарисовал. Гримстроук, и таким образом еще и Нуба появляется шестой. Сразу же ультит, и сразу же станчик против Дейта, который взял и поставил. Света Калис приходит помочь. И первая катапульта. Все это стакается, да, по Варспайк для Нуба. Который решил собрать себя на первый слот. Пока тут у нас Мерезку нашли. Можно ее, кстати, ушатать, потому что на ней Бобра висит. И еще и ультимативно от Праймала реализована. Ник получает фраг, и это дает немножечко веселухи. Ну, хотя бы какие-то потенциалы, да? Чуть-чуть, какие-то хорошие киллы для Нику. И хорошее шруто на нее понадеется, что если будут какие-то перестяжки, то его не пробьют. Вот, Калис, отличный таргет, но тизер работает. Малик ультимейт ответный сразу же, и Нику может остаться здесь. Несмотря на руну, считай, ее легко, и просто пробивают. Это баражи, дамы и господа. Ее не пробили, ее спуржили просто. А, ее еще и спуржили. Малик разложился и спуржил, да. Да, даже если не пуржил, ну, мне кажется, они строк пробили прям нафиг. Тут вообще без шанса, без вариантов. Омар, кроме этого, еще и находит здесь Ридиса. Соло его уничтожает при помощи Бедлама. И теперь еще и ловит Шакучиста. Вивер подпоробивает уйти. Не очень понятно, правда, есть ли демидж какой-то дополнительно прилетает. ТА-2000 на релокейте с Виспом. Виспу очень больно. Нику хорошо нажимает у Ларайс. Там еще доказа не прыгает, короче, без шанса. Ой-ой-ой. Кстати, по Ларайс не работает же, да, получается, ультограмм строка. Тонная дота, да, она проще с точки зрения исполнения, но она на то и доминационная, что вы линии выигрываете. Просто потому, что вы лучше их стоите или лучше драфтите себе лайны. И в данный момент главная проблема это все еще Праймал. А, нет, смотри, Праймал берет в ульту второй таргет под ультой Грима. Анимации нет, а ОЕ стана на второй таргет, если нет. А почему ОЕ стана нет? Это что за трофа? Странно, что не полностью. Как бы копируется спелл, но не полностью. Но для самого бестмастера это не лучшая история, конечно. Так, здорово. Как дела? Он не прочитал то, что здесь вард есть. Он довольно хитроумный. Так он самое интересное, что у него собственный тут же стоит. Но это вот именно такой вард, который от Силсмизи стоит лейн. Это вот как раз одна из интерпретаций. Сноубол просто невероятно большой. И вот халява. Приехала. Минус Гримстрок. Ответка есть от ПМА. Нику туда же. И вот что такое без БКБ влетать. Потому что БКБ летело. Сейчас Сноубол. Но продолжение драки. АТА2000. Нажимает в кодаун. Улифтает сумасшедший объем дэмэджа по ПМА и Дейзу. И походу это минус 2. Малик даже раскрывать свой ультимейт не будет. Да. Закончилось. Вот, конечно, все интересно. Малик очень жестко набирает с этого файта. Неплохо. Расстрясли. Джирки для АТК. АТК живет он слишком бронированный. Не хватает ресурсов. Напали на танка. Не нажали кнопки до БКБшки. Нажали все в БКБшку. И получили тим вайп. ГГБП, ребят. Ну тут я не знаю. Надо собирать манатки, походу. Я не вижу. Зачем они и так на буткемпе сегодня? Ну не знаю. Не знаю. Ну вот на 23-й минуте куда больше-то уже. ГПМ действительно зашкаливает. С учетом того, насколько здесь игра активная. При этом все, он успевает пофармить много. Хлоу. Ты хотел сполстильнуть, да? А теперь ты в таверне. Ну, скорее ревилил на попытку... Превратить в дракончик. Во, превратился. Напоследок. Мне так нравится маленький дракончик. Накинул Баншу, делает тэп-аут. И стана второго тут уже не предвидится. Тем временем поднимает Шикучиста. Обнимает по полной. Релокейт. И... Ну, вы думаетесь. Вы жук, короче. Вас тетапит. Какая-то непонятная фея. Накидывает контроль. И тут у вас вертолет в лицо прилетает за секунду. Трелокейта нет. Никисту так пробивает. Если что, минус то есть. Да, да. Амалик надо хватать. Надо хватать. Там еще ДК прилетел. Станчик дал. Но это все лишь саппорт. Надо коров контролить. Ребята. Дейс живет, но не до конца. Ридис тем временем пытается тоже унести свои ноги. Никто не поможет. Двум сапикам. Нави Джуниор. Они отправятся в таверну. Но выбили эгиду. Уже неплохо. Немножко заделали эгиду. Теперь точно на ХГ не зайдут без эгиды. Да, почему нет? Телепорта. Так что, возможно, позицию может и не успеть занять нужную. И в нормальной драке сейчас Праймал. А можно отдавать один сет тараков при желании. Ну да. Главное нафармить это МКБ. Готовы, кстати, она на вивере, да? Нет? Да. Ну, как мы и договаривались. Без байбека. Да, зачем? Тут либо пан, либо пропал этот байбек. Да, все равно ноль шанс пробить без МКБ, очевидно. Да, да. Да, слишком большой. И наив заходит на ХГ. Если бы 3-3 были бы, то было бы гораздо больше шансов. Что на что-то можно рассчитывать, но, к сожалению, настолько много лишнего золота не образовалось. Да, и Спортстап неплохо против Наива. Вне позиции окажется он. А, и Дукалис. Тизерно, когда я поставил, ворвался. Странно, да, странно, странно. Что-то стоял, сфоткал, сфоткал. Да, получает на себя Лотус. И все стоят в станах. Накидываются Роры. Пулварайс на Нуба. Честно говоря, не тот таргет. Но Наива все-таки смогли забрать. То самое МКБ от Вивера сработало. Если долго бить, то все-таки он погибает. Тем временем сгустку, да, надо уходить, надо уходить. Еще бы тычечку. Ну, тут уже никто не будет форсить. Тут еще, тем более, ПМА неплохо развлекает. Он, на самом-то деле, сейчас может всех ушатать, если ему дать возможность бить. В Дукалису еще и МЕКО. Релокейт есть. Релокейт нажимается, увозится на базу. Веспа, правда, потеряют. Да, Веспа потеряют. Я не думаю, что ДК решится на то, чтобы релокейтиться обратно в эту драку. Ну, и Мереско тоже здесь осталось. Ну, вот он, микро-шанс. Да, отличная работа с Форстафом. Кто там Форстаф? Ну, Дейст, по-моему, да, Форстаф? Ну, да, да. Довольно такой прямолинейный мув, но сработал, честно говоря, СК. Напоминает Тинника, да, там, Магнус и Тракарин. Рор от ПМА номер один. Посмотрите, на дамаг Шикучисток от Зеджу стирает ДК. Ну, ба, нет байбэка. ТВ-2000 пытается не дать ПМА выйти, но тот в ВКПшке. НИКО упорочительный дэмэдж по ДВшке. И только тут прилетает Вист, подхиливает своего тиммейта. И этого дамага хватает для того, чтобы забрать Гирокоптер. А Дукалис на лохопе уже точно никуда не уйдет. ТВ-2000 прожимает по КП, топ-аут. И контроля не хватает. Надо же теперь его остановить. Малик, второй ультимейт от него. И посмотрите, что творится уже с Пандоренами. Какая жуть! Гадзе Джу, слепимый. Комбэкает эту карту. Видели бы в лицо Даши сейчас. Она просто не понимает, как это происходит. Вообще не, я не знаю. Под контролем прилетает Шекучис. Скилл от Дукалис. На Амар пытается жить. Но Гриммер Кейп не спасает. Еще и Гирокоптера здесь взяли за усы. И начинает держать. ТА прожимает рефрешер. Праймал Рор от Фамия. Прилетает Дуб Стальщик. Ответный минус Шекучис. Фамией в таверну туда же. Как же они пытались. Как же они хотели. Как же они выложились на все 100%. Чтобы забрать на Ива. Т4 вышками довольно аккуратно. Да, Малек. Нажимает ультимейт. Идет пить вышку. Нуб, станчик есть. Сразу же поднимают еще. Кстати, стан здесь что-то застакали. Странно очень. А, тя-тя-тя-тя-тя. Так, пока что спасается ДК вроде как временно. Не жить, не жить. Очень много ДПС. На самом деле от Шекучистой компании. Проблема в том, что они убили только одного Гримстрока в ответ. Байбэк сразу же от Нуба. Праймал Рора второго нет. Вот это прикол. И байбэк от ДК. Да, он хочет заканчивать игру. ТА-2000 пробивается. Дукалис под всеми силами его хилит. Еще даже релокейт на всякий случай назад на пару метров нажал. ПМА пытается разбить лицо Малеку, который просто разбивает трон. Глиф уже потрачен. Просто абсолютно голый трон. Разбивает лицо. Терра-Райс какой шикарный. От Рубеса. Байбэк нажимается гирокоптером после смерти. Трон почти упал. Ну кто-нибудь его добейте, пожалуйста. Нет. Нубу дают Полу-Райс контроль все это время. Ну Бабая нету. Ну Бабая нету. Надо просто бить трон. Надо просто убиться в трон. Всеми силами Малек. Всеми силами бьются. 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 И заканчивают эту карту. Ну были близки довольно. Все-таки видим то, что ДПС начало хватать. Это начало создавать жесткие проблемы для PSG Quest. В любом случае поздравляем команду Na'Vi Junior. Потому что действительно они сделали очень много крутых карт на протяжении этой квалификации. Они выбили OG, сделав такую сенсацию небольшую. И добрались действительно гораздо дальше, чем кто-либо мог рассчитывать при таком жестком составе этой квалификации. Да, учитывая то, что это академка, второй состав.